Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в Абхазии. Сегодня я хочу вам показать немножечко набережную. Сначала посетим то место, где мы отдыхаем, а потом прогуляемся по набережной, ну и сядем вот в эту кафешечку и вместе с вами, кажется, поднимем бокальчики за Абхазию. Спасибо большое! Надеюсь, что вам понравится. Посмотреть, что там есть на улице, по сторонам, говорится, проглядать, что продается в Абхазии, и почему, я думаю, вам всем будет интересно. В основном, кстати, абхазские номера, машины паркуются где хотят, вот это как бы радует, но музыка играет российская, как бы, и с этим все здесь хорошо. То есть смотрите, сколько народу, люди отдыхают, наслаждаются, это как бы очень... Также меня восхищают вот все вот эти красивейшие, так сказать, балкончики, места, видите, здесь они неухоженные и выглядят совсем по-другому. Оказывается, все гораздо проще, это вообще библиотека. Мы дошли туда пешеходного перехода, и здесь можно перебраться на другую сторону. Пошли. Машин очень много, это можно сказать, что практически центр старой Абхазии. Можете увидеть, сколько здесь жизней, там, на руку музыка, люди сидят, кайфы, кайфы, кайфуют. Движ идет во все, вот он, пожалуйста. Коронаминусы, дела, люди танцуют. Шикарно. А это вот гостевые дома. Говорят, что здесь все разрушено, заброшено, но мне кажется, что нет. Сдается, кстати, очень много жилья, и очень много людей здесь отдыхают. То есть, если у нас Витязева взять уже мертвый сезон, и там никого нет, то здесь все, можно сказать, только начинается. Обратите внимание, сколько народу, сколько машин, и машины сплошь и рядом, то есть, с российскими номерами стоят абсолютно, как бы сказать, не во дворе, на улице. То есть, бывшие без проблем. То есть, вот вам все регионы, как говорится, в гости, будьте рады к нам. Мне кажется, Светлана здесь вообще у меня просто в восторге то, что видеть по сторонам. Не хватает нам только хорошего интернета. Сказали, сим-карта стоит тысячу рублей. Но думаю, стоит попробовать потратить или нет. Вот это вход в отель. Раздвижные двери. Называется Beach Hotel Alex. Ну что, такой вот очень красивый винтзаводик. Существует, ну, атмосфера меня прям очень радует. Как тебе, Светлана? Пока не разбралась, но мне нравится. Это, как говорится, СССРовская рядышком постройка с этим Beach Hotel Alex. Все, Светл уже танцует. Поехали. Ну что, Марджаджа. Готова врываться, отдыхаться, наслаждаться? Здесь Армения, Абхазия, номера, то есть, чего нет. Вон у нас 125 регион. Я думаю, все, тебе пора врываться вот сюда, вот в эту вот красивую, будешь принцессой, иди становись там. Оп, оп, Марджаджа, Марджаджа. А вот это вид, ребята, уже на море. То есть, мы живем, во сколько минут? В двух? Четыре? Четыре минуты до моря. Надо будет замерить, реально, сколько тут до моря идти, ребят. Вот вам музыка живая, вот вам люди танцующие. Привет вам все города, которые ждут уже закрытия сезона, так сказать, и всех. Вот живая музыка. Красавчик парень просто. Вот такая вот тут набережная, ребят. Совсем не пахнет какой-то разрухой, там, или еще чем-то. А вот это пляж. Вот это пляжная территория, пляжная линия, не показывается, даже ее камерам, чтобы вы все это увидели, оценили, как она на самом деле есть, потому что тут выглядит все это фантастически, просто очень красиво. Широченная просто здесь линия. Может, конечно, нам пока везет. Где же этот всякий негатив? Пойдем искать. Чтобы вы понимали, насколько светит здесь уже не страшно, меня бросило, бежало дальше смотреть по сторонам. А здесь вот ребята с этого Alex Beach отель выходят просто на пляж, пойти посидеть. Очень паниковский. Очень крутяк. Мне, по крайней мере, прям очень нравится. Что здесь? Табличка. Пляж Alex Beach отель. Туда проверь. То есть это не ихний. Смотрите, как вот эти пальмы на берегу прям вообще создают такое условие. Ах, Марджа, где же ты, где? Так, ну самое интересное, мы подходим к морю. Давайте посмотрим, что там. Я даже взял фонарик, чтобы лучше разглядеть. Ай, мелкая галя. Ёшкин кот. Она просто реально кристальная. Слушайте, носочек курит по сравнению с Абхазией в плане водички. Так, смотрите, здесь вот у нас кусочек получается набережной, дальше есть еще вот, видите, возможность прогуляться. Здесь вот люди сидят на берегу, отдыхают. Нам советовали прогуляться вот именно вот туда, вот в ту сторону, там большущая набережная, то есть очень красиво. И смотрим с этой стороны, то есть там у нас получается новая Гагра район, то есть и там тоже имеется набережная, тоже должно быть интересно. Гагра, она вообще очень большая, то есть по себе можно выбрать там любое место отдыха. Мне очень интересно прийти завтра сюда днем на этот пляж и просто я хочу сейчас купаться. Давайте ради интереса замерим температуру водички. Ну вода, как тебе прозрачность воды? Здесь прозрачная, так смотрите, температура получается воздуха у нас над морем 22,9. Кстати, я забыл, что у меня у этого телефона тоже есть подсветка. Да, конечно, море такое вызывает желание только купаться. А посмотрим, какая температура воды. В общем, температура водички 25 градусов, ребят, это просто восхитительно. Называется без комментариев Света говорит, пойдем купаться завтра вечером на закате. Да? Ай, какая красота, просто фантастика. Ну то есть, чтобы вы понимали, мы не одни здесь, видите, тоже люди прогуливаются, посидели у берега, пошли дальше, обратно. Ребята отдыхают здесь, танцуют вовсю, музыка довольно-таки интересно. Интересно, сколько стоит отдых в Alex Вич-отель, 4 звезды в Абхазии, с такой территорией. Тут даже не уносят, вот видите, все эти, все прямо на улице стоит, камушками приложили, чтобы ветром не снесло и все. Можно посмотреть, что почем, вечерняя Гагра 300 рублей, он будет прогротиться, в принципе, недорого. Я вам покажу, наверное, все, попрошу бумажку, там со всеми экскурсиями, вы напишите, какие хотите. Вот это натуральное вино, чача, коньячок, стоимость этого всего добра. Как вам? 500 рублей коньяк, литр, полтора литра, вино белое, сладкое, за 250 рублей, полтора литра. Как вот оно так стоит? Ну это, блин, все легко света. Под бутылочку поставить, разница в коробочке, прикольно смотрится. Глядя, хочешь себе такую фотографию, Как будто у нас Мальдив, а это Гагра. Соки ежевичные, гранат, это не вино у вас холодное, это соки? Вино холодное. А вино почем? Вы полтора рублей, полтора рубля говорите. Не этого, холодное. 5 рублей, я по холодному наливаю, 200 рублей, полтора литра. А если стаканчик? Стаканчик нет, я вот такой-то, уже 150. Да столько много, просто по стаканчику. По стакану я не продавал. По 40 рублей, всплывай. Давайте, сладкий или какой? Сладкий, и не сладкий. А какие есть? Виноградные, ежем себе, полусухлые есть. Виноградные. Виноградные, мне тоже виноградные. Ежевичные не особо хочется. Почему текст? Текст надо какой-то? А? Да. Перевод в Абхазии. Нормально. Покажи, покажи, что выпало. Все, бухаем? Юрий Евгеньевич. Да, Спасибо вам большое. Давай, за тебя. И за вас, спасибо большое. Спасибо. Если какие-то такие нюансы будут, не счастливайтесь, подойдите, скажите, поступаем. Я отвечаю, ребят, я сейчас попробую, я бы не сказал, что это вино, он у меня сухое, причем, да, что это вино, ну, как краска. Отвечаю, холодненькое, нормально. Я скажу. У тебя краска, да? Походу, может, сухое не краска, а краска. Сейчас попробуй мое. Крашеное алкоголем не пила. Ну, вот, Паратович, приехал в Абхазию, начинай. Настоящая, да? Нет? Тоже краска? Можно я где-то это выливаю. Конечно. Ну, как бы попробовать было интересно, собственно, почему бы и нет, да? В общем, вино надо хотя бы в бутылках брать, ребят. Ну, как тебе компот? Зашел уже первый опыт? Не знаю, что. Замаю, не знаю. Ты вот вечно хочешь, чтобы я негатив говорила. Да и негатив, то есть, ну, на самом деле, можно пить. Слушай, холодненькая, нормальненькая. Я думаю, хуже не будет. Сколько людей же пьют это? Я такое делаю в Шипси, и я после этого ничего не помню. Не помню, как прошел молодых Шипси, но, по-моему, мне понравилось. Вот это Абхазия, то же самое. В общем, если кто знает, где бы, как бы, именно брать хорошее вина в Абхазии, пишите, будет как бы интересно послушать вас. а что туда пить в Абхазии, скажи? Бутылочное что-то. Я хочу тебе открыть. Тут на поток это все поставим. То есть, бутылочное продается. Ну, можно водку. развалом. А помидорки в какую цену у вас? Помидоры вот эти по 80 рублей, это по 100 рублей. А огурцы? Огурцы по 80. Угу, спасибо большое. Надо будет покупчиков на обратном пути. Вот это мясные продукты нашел. Попробуем, что здесь есть. Что-то колбаски хочет? Нет, по сим-карту хотела спросить. А, да, да. Сейчас, секунду. Так, есть тарифный план в Одессе, смотрите, как. Покупаете сим-карту, она пустая, без денег, 100 рублей, сама сим-карта стоит. Вводите, значит, звездочка 0500 решетка, вызов, потом вам приходит смс. и там разные виды сами команды USD и как она там называется, тарифные планы. Самый дешевый, самый дешевый тарифный план 150 рублей. А вот, чтобы интернет там много было? там именно 4000 мегабайт. А больше нету? Там есть, но уже будете подбирать под себя. А тут не написано просто, под чем? это когда вы именно как-то что-либо. Просто, чтобы хотя бы примерно понимать. давайте сейчас мы с вами передним паном. Понимаете, есть ли сколько, да? Как она сеть называется? Получается, то есть, надо чисто купить, просто, поймать, как называется эта сеть? Аквафон. Аквафон. нам про нее вроде и говорили. Ну, я пользуюсь акваконом уже 14 лет. Ого. Чуть выше, там есть аквакон-центр. что там? Вам все объясняют, само собой, уже операторы и более точно, потому что я, может быть, не так объясняю. Вот, видите, кстати, здесь Ардзинба улица, вот непонятно, почему на одних домах написано так, на других домах по-другому. Вкусные турецкие вкусняшки в жире на тесном медовом сиропе. Зачем? Может, пойдем? Тут вообще прям очень много всего вкусного, смотрю. Сладости прям офигеть сколько. Финчик, значит, тут остыть на улице. Вау. Здравствуйте. Вот это офигеть здесь запах. Пикант, там речки. Макдамика как у нас стоит, Здесь всяких разнообразных специй. Все, что только можешь захотеть. Чем можешь только замечтать. макдамика очень много, всегда разный. Что, света, расти-попа, расти? Мне хочется попробовать. По крайней мере, вот я точно пробовал. 700 килограмм нужно по-грамному тебе больше. Угу. Прям чего-то. Мне нельзя сидеть. Суджик или как-то бастурма. Бастурма почем? Еще 20. Если понравится, придем побольше и больше. Вот эти 8 рублей порастили. Офигеть, какая керамика. Тоже красота. Селенизная всякие Абхазия. Угу. Это толпая для кофе, да? Ну, какая-то просто наливаться. Значит, судьба такая. Горшочки смотреть по 300 рублей, честно, но они прям огромные. Ну, да, это вот. А вот интересно, почему этот 320 и этот 300? Ну, потому что здесь маска для лица продается. Красивая. Это пастеоиды, что это? Кремет с фисташкой. Кремет с брусникой. Кремет. Кремет с голубикой. Прикольно. Вот это интересно, мохито? Кремет мохито? Да, 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 прикольно. Ну, как будто блины с медом. Лучше. Вот единственный минус, идешь, 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 бас такая, разбита, потом дальше обратно, плитку два раза спотыкался. Либо машина выезжает, со временем разбили, может быть. Такие по-моему на право, Угу. По-моему, вражу ночи можно заказать, пожарить шашлычок под коньячок пальмы. Красота. Стеная шейка 300 рублей шамбур шамбур 350 грамм. Стеная каика 100 грамм 150 рублей с рожан приставляем на весе. Крылочки 200. Рыля 250 250 до 1 не самая крутка 250 нам, как сказали, то есть мы доходим до сюда, до первого светофорчика и поворачиваем туда. Там должна быть набережна. Подковка 150 рублей здесь. Можно вот Ammobile и тут два получается у них. Абсхалёна улица. Абсхалёна улица. Абсхалёна улица. Называется. Тут тоже очень много гостиниц. Говорят, что людей как бы очень мало уже стало. Вот, как называется. Абсхалёна. Перчик.ру. Такое заведение прикольное. Вот за 1 июля, чтобы добавлялся лист салата так аккуратненько всё в корчаточках шикарно. Есть столовые СССР. то есть, как никогда название подходит для Абхазии на самом деле. Люди сидят едят. Вон, такие интересно. Слушай, первая прогулка вечера. Мне пока всё очень нравится. Погряните сна в одном месте. Нас просили снимаем мы или нет. Магазинчиков очень много открытых. В каждом есть покупатели. Смотрите, какие отели тут стоят на этой улице. Почется с лифтом. Вау. Фаминго сетланом. Давай имеем удачи. Вот куда все джипы уехали. Короче, в Абхазии они сверх популярны. То есть, на них можно кататься. Здесь их никто не наказывает в отличие от нас. Первое заведение, которое пропадает нам надежное тут есть возможность вот тут кафе Эсмираль называется. И с той стороны еще видоизменилось за 6-7 лет, которые здесь не было. Выглядит все уже более фактурно. Ну, там люди с детками покупают напитки. Попкорн 50 рублей, 100 рублей можно сказать, сладкая вата. Ну, а здесь мы приходим в полный мусорки. Ну, собственно, начало набережная, ту, которую мы видели издалека от моря. И вот туда вся жизнь и движ. И плиточка есть. посмотрим, что тут. Кафе-балка как-то пустовато, никого нет особо, ну, не знаю, почему. Вот такие вот есть атмосферные заведения, старый базар называется. Там ребята отдыхают под пальмами, танцуют, свой кайф. Это пляж здесь ширины вот этой набережной. Конечно, да, береговая линия здесь поражает. Туда дальше смотрю, правда, идет сужение. Сколько народу, ребята. Что-то задумывая зайчик. То есть это после винчика так увлеклась мечтанием. да, да. Вот здесь, смотрите, вот кончается ширина вот эта большая, идет бун, то есть и здесь меньше получается ширина, но тоже довольно-таки нормально. Есть лежаки, я так понимаю, их можно днем взять в аренду. Нет, правда, ни зонтиков, ничего такого не вижу. И вот пошла развлекаловка на набережной. Очень можно в тюрьме пострелять. Здесь стрелков целая куча. Ребята хотят проявить себя. Также есть потун, ребенок прыгает. Ну, еще одно заведение здесь тоже видно. здесь девушек гораздо больше. Смотрите, там много столиков занятых. Две девушки даже танцуют. Что-то как-то грустенько, вдвоем только. Вот эта песня. Слушайте, тут я офигел на самом деле от этой песенки. Это нечто, конечно. Да, то есть набережная вся подсвечена, то есть есть люди, которые прогуливаются. есть настроение, конечно, вот этого только получается и увеличится причем мы видим, фонари идут очень далеко. погуляем, посмотрим. Гуляем аппетит, потом пойдем может пробовать сейчас где-нибудь. Вот видите, вот этот домик, вот это окошко, ребятки. Потому что днем покажу вам, то есть я когда был лет 6 или 7 назад в Гаграх, может даже чуть больше, я уже не вспомню, отдыхал вот именно в этом месте. То было четко с видом на море, потому что море находится вот здесь. И вот она, водичка. Здесь все выглядело по-другому, пляжик был, вне кажется, гораздо хуже, не было такой набережной, не было, то есть очень много чего изменилось, это на самом деле круто, просто. Смотришь, вообще великолепно, ну, надо прийти сюда и посмотреть еще раз. Здесь вообще были бараки развалины всякие, здесь сейчас вы видите, понастроили все, всяких развлекаловок, и тоже говорят, что людей мало, поэтому как бы многое закрывается. Круто. В то время, короче, вот этого тоже ничего не было, мы прошли буквально немножко дальше по набережной, здесь опять играет музыка, сидят люди отдыхают, из того, что как бы я сейчас вижу, это нереально круто, просто смотришь, наслаждаешься всеми этими видами, и кафешечка, и музычка, и люди довольные, шикарно все, ребятки, просто, можно сказать, фантастические виды, вот это вам Абхазия, ночная, а мне говорили, что ни в коем случае не выходи до забора, это прям очень опасно, страшно, в общем, получается, приехал в Крым через пять лет, после того, как он стал российским, ничего не изменилось, это здесь изменение 5-6 лет, но просто колоссальные, молодцы, развиваются, смотришь, сколько людей сидит, отдыхает, в возрасте причем, вот вам зонтики, пожалуйста, живая музыка, люди счастливые, довольные, танцуют, с детьми сидят, кайф, смотришь, поворачиваю камеру налево от этого, и здесь просто начинают офигевать, смотришь, количество людей, которые сидят, отдыхают, этот бар называется Дел Марс, сколько в нем народу сидит, вот вам, пожалуйста, короче, у меня начинают глаза разбегаться, поворачиваем камеру вправо, тут такой балкончик с видом на море, вот этот шикарный пляж, и здесь тоже огромное количество народа, просто фантастика, круто, дальше тоже балкончик, просто спросил, по чем стоит здесь делать, хорянчик, 700 рублей, говорят, допустим, все остальное, но в принципе, сравнимо с нами, вот вам еще это заведение, офигеть, вы точно в Абхазии, да? так, все-таки будет, все качать, ребятки, вот это да, вот это да, мне кажется, на Сванапе, на набережной людей гораздо меньше прогуливаются, чем здесь мы видим, вот это, вот это да, вот эти, и тут сидят везде, и там сидят, вот как красиво сделано, обычным кирпичом, просто фантастические виды, вот так вам набережная, получается, подходим сюда, вот к центральной площади в Абхазии, получается, здесь люди гуляют, смотрите, какая тоже, великолепная красота, люди, разойдитесь, дайте пройти, сколько у вас здесь, а? Там площадь еще красивая, то есть туда можно пройти, сейчас у меня все это будет диссонанс от Абхазии, в принципе, у меня тоже он случился, смотрите, какие красивые колечки, виды, где, гостиничка прямо на берегу моря, лет пять назад уже в ней стоили номера, по три с половиной тысячи, вы не сезон, не знаю, сколько сейчас, но, тут, конечно, круто, вот, вы смотрите, снизу имеется тоже, я так понимаю, что это типы, типа лаунж-зоны, да, тоже может, коленчики делаются, и можно пойти вот там, посидеть, тоже поотдыхать, такой вот посейдон, здесь находится, прикольный момент, смотришь, насколько все изменилось, я рад, что развивается, прям от души рад, там вот можно пуфик взять, колянчик взять, пойти на море посидеть, полет можно сходить, в баре брать, если надо, то есть, вот, который там внизу, так понимаю, как, впереди еще музыка играть, я думаю, когда тут все закончится, ну, что-то похоже, да, как в Анапе, даже в Анапе более, за, за, хуже, это все, так, мы приближаемся, это, называется, Новая Гагра, там, в начале видео, немножко перепутал, какая к чему относится, но, я думаю, что вы меня простите, вот, вам еще одно заведение, увеселительное, мне понравилось там, парень говорит, идемте ко мне, он не дешево, в том баре, то есть, я видел, что мы смотрим, интересуемся, попробуйте найти здесь свободные места, как, как вам такое, ребятки, где-то вы заняты, люди сидят, отдыхают, я хочу танцевать, я хочу танцевать, я хочу танцевать, а это все заняты, просто нафиг, офигеть, просто нафиг, просто нет места, дети заходят, да, так, дорогие друзья, мы продолжаем нашу прогулочку, единственное, что может быть, местами звук писался плохо, за что прошу меня просить, я помню, вот это здание, оно вообще просто было заброшено, не нужно, сейчас там, какие-то, теченебельные квартирки, в нем находятся, гранд-отель Абхазия, нет, это теперь гранд-отель Абхазия, называется, вот такие вот дела, крутяк, на самом деле, мне кажется, батутный парк, у нас образовался, то есть, можно прийти, попрыгать на батутах, вот уже, пёсель, там этим собираются, так понимаю, заниматься, об сны, даже есть надписи, именно те, которые относятся, непосредственно, к Гагри, прикольно, и здесь у нас получается, кафе-бар Абхазия, просто кафе-бар Абхазия, это небольшое помещение, да, там, вообще, смотрите, как там, да, то есть, вообще фантастика, с тобой согласен, в этом плане, ну, мы продолжаем прогулочку, пойдем еще по набережной, посмотрим, докуда она нас приведет, хочется все ее уже заснять, гранд-отель танцует, походу, это, получается, или свадьба, или еще что-то, столом, да, скорее всего, свадьба какая-то, ну, может, день рождения еще, это, короче, свадьба, ребята, то есть, вон, невеста вам все, кажется, в полном составе, здесь имеется, так что, можно наслаждаться, красот, улица просто здесь находится, это было первое, на которое я попал, когда приехал в Абхазию, то есть, ребята посмотрели, кстати, на свадьбу, и уезжают потихонечку, шикарно, там у нас играет, кто, руки вех, интересно, танцы есть, обниматься, подсветка пальмы, также имеется, вот такой вот, небольшой аквапарк, что ли, как это правильно назвать, другие сидят, отдыхают, вот там, музычка, посмотрим, сколько людей танцует, а на танцах у нас одна красавица, и все, здесь вот, кончается плитка, вроде бы, там вдалеке видно еще какие-то фонари, но вот у меня уже даже телефон не хочет нормально фокусироваться, в принципе, можно было прогуляться, ну вот, когда я встретил впервые набережную, чтобы, Санна, ты понимал, это было вот так, то есть, ты понимаешь, это вот подчислить, как было, и как стало, мы с вами прогулялись, ребят, я считаю, что молодцы, то есть, есть вложение, есть развитие, это нереально круто, это великолепно, действительно, у нас тоже там кусочек хорошая набережная есть, ребят, пишите, понравилась вам прогулочка, мне будет интересно услышать вас, может быть, мы не посетили какие-то именно здесь еще интересные места, но здесь Абхазия оставила сейчас о себе очень приятное впечатление, мне кажется, что там дальше, возможно, есть какое-то еще продолжение, в общем, кто гулял, обязательно напишите, ну вот, да, действительно, это какой-то аквапарк, здесь, многие разнообразные аттракциончики, не знаю, рабочий он или нет, ну, в принципе, погода позволяет ему работать, все, возвращаемся, пёсили, привет, ты здороваешься? Привет, у хороших, все, это наша собака будет, ой, какой классный вообще, все, пошли, пошли, а у них там разборки, ой, 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 не та собака, не на тот берег забежала, наверное, да, у них тут просто берега все поделены, это такие разборки в Абхазии происходят, я придумал название для видео, что по чём стоит, ценина, баранина, дежевры, точно, грибы 100 грамм 200, вот грибы почему-то 200 рублей, ну, наверное, очень вкусно, форель на штука 300, семга 100 грамм 180, грибы по 80 рублей, орище по 200, отлично, народу сидит, чтобы подождать, давай друг друга укрой, как настроение, ребята? здесь, конечно, так, мы не в детании, говорят, что самое популярное место, поэтому здесь нет места, вообще всё занято, ребята, фантастика, просто это очередь людей, которые стоят, хотели бы туда попасть, нет, и сейчас будет авторская, типа, песенка для хозяйки заведения, да, ну, молодцы, ребята, то есть, есть вот настолько популярные, у нас нету, ребят, таких заведений, когда люди сядут из-за забора, и ждут очередь, чтобы туда попасть, крутяк, нет? Кстати, в заведениях становится ещё больше людей, так же все столики занимаются, наоборот, тачатся, танцуют, это хорошо, ребята, ну, кто-то уже спать прилёг, то есть, каждому своё, а где ваша улыбка, моя дорогая? Ну что ж, живое, да, пиво мы взяли по 100 рублей 05, Асир, Абхазия Бир, светлый лагер, попробуем, абхазская, ну, честно, вкус лагера, ну, так себе, я бы не сказал, что это самый вкусный пиво, который пробовал, тебе как? Это пиво на минералке, вот есть такой батон от минералки, но пить можно, вот если распробовать вкус, то пшеница с минералкой, порция шашлычка стоит 240 рублей, здесь должно быть 200 грамм, мы взяли две, сейчас будем пробовать, и соус, ну, давай, тестирую, как тебе на вкус, так, и Света отрезает первый кусочек шашлыка, в Абхазии, ну, и давайте на вкус узнаем, как оно ей, ну, что, как тебе? не знаю, я не знаю, сколько он стоит, конечно, но, как у нас, в Византии, вот, Артур частный, не надоит, им до этого места, Артур любимый, шашлык ван лав, сейчас я продегустирую, шашлычок, в принципе нормально, вкусненько, ребятки, что у нас получилось, два пива, две порции шашлыка, и соус, на 790 рублей, с видом на море, кафешечка, напишите, как вы думаете, дорого или нет, настроение, в принципе, огонь, я надеюсь, что вам данный обзор понравился, прямо от души на это, надеюсь, всего вам самого лучшего и прекрасного, с вами были Юрий Азаровский и Светлана Азаровский, пока, ребятки, увидимся, Абхазии,